Пришел в Самвел, собираемся. Сейчас отведу Любу Тамару к Самвелу. Буду показывать свои владения. Да, очень хочется. Тамасика улыбается. Люба, Люба собирается. Надо теперь, чтобы следы оставил. Кем должен быть? Тростиночки. Да, конечно, мене подъезд, как бомбоубежище. Не сравнить с вашим, да? Так, там Люба с Тамарой пошли к Самвелу. Ну зайду. Иду, иду, иду. Иду, иду, иду. Иду, иду. Прошу, иду. Иду, иду, иду. Иду, 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 иду. Пришли уже в Самвеловсе, сейчас придут к вам, там рум-тур, давайте, давайте, что вы делали? Я спала, ничего, я до пяти, мы легли в четвертом часу. Боже, что вы делали до четырех часов? Разговаривали, сидели, сейчас давайте соберем. Ну что, как вам спалось на новом месте? Не жарко было? Не, нормально, сразу было жарко, потом вижу одеяло потащили, наверное, нормально, открыто ж на улице все. Я с Ульнаской спала, Эдик тут. А, Эдик все-таки раз вкладушку выберу, да? Да. На море едете с Эдиком? Нет, мне ж нельзя. Так под зонтиком будете сидеть. А что, он не нагревается, зонтик? Нагревается. Ну, побачу, не знаю, не знаю. Что себе скажет? Скаже не значит. Конечно, не скажет. Едик Мелитополь знает, как своих педпальцев, знает, где на Кириловку, и с вокзала можно сидеть. Но для того, чтобы купить себе хорошие такие вещи, подешевшие, я имею в виду продукты, на центральный рынок. Рядом возле автостанции Кириловка. Одна за одним машуткой. Так они ж могут, Тетяна Васильевна, взять себе автобус, который их отвезет из Днепра на Кириловку сразу. А зачем им поезда ехать? Можем из Днепра на Кириловку. Ну, тут пакли продукты дороги против Мелитополя. Ну, ладно. То может вам Мелитополь вернуться? Что в Мелитополь? Ничего. Там продукты дешевле? Да, ну, нет, не буду. Я в шоке, я пока привыкну. Значит, где не ходила, с тобой на рынок, как пішла, как сказали, 50 гривен, черешня, якась там одна, хорошая, одна воду без хостей даже. Так, а ты, Эдик, знаешь хорошо Мелитополь? Если бы сейчас поехал туда, узнал бы, дал свою улицу. Да, конечно. Он лучше знает, ну, я. Он же там учился в училище. Другу его там был. Колька все. Спать не давал, мне ни зоны. А как, ну, что он, что? Омер, что ли? Они все ездят? Все живы, здоровы. Роди Тигр Бузовой. Сейчас я с Амелом одинаковые бороды, одинаковые рыжи, и вот такие, я ж красно-батые. А ты, по-это, постричь, она большая была, да? Поброюся хорошо будет. Нет, не надо. Тут трошки подростали, да, все, Эдик? Трошки ты брився. А, он там есть тоже плеш. А, у меня падает, где же меня теперь бросила, у меня была и такая, что волосы Олешкина была, что на голову, на листу, а я бросила там на балконе. Зачем тебе думала? Не знаю. Ленка не взяла, у меня Гена брезуя, а дядя Толя звонил. Ну, скажи, дурочка, я, когда купил БУшну, привез до дома, где колонну пробил за 300 гривен, а она, а мы у нас на балконе все покидали. Сама кричит, быстрее бросай, та и все. Вы сахар мерили утром? Да. Нормально. По сравнению, у меня было и выше. Ну, у меня на 0,6 брешен, ну, 10 есть. 10, да. Ну, выше норма вся. Это же без инсулина, правильно? Ну, не социально, на таблетках. Это нормально все. Да. Я не хочу вертаться. Четыре раза колола, у меня уже пальцы идут, я не чувствую. Ты веришь или нет? Вы с конца кожи, то вены его не приходят. Там поступаешь, берут. Приехала домой, через сколько дней сдавай КТ. Перед тем, как лягать обратно, через три недели. Перед каждой химией, три недели был перерыв. Но дело в том, что последняя химия шестая, пятая на шестую. Две недели дали перерыв и опять я лягу. Так кровь восстанавливается. Что вам жалко крови? У меня вчера, ты знаешь, брала вот, вот видно, да? Кажут, ой, вы, каже, сколько химий перенесли. И у вас, каже, вены такие хорошие. Вены, быстро попала, видите, там, оттуда я вчера с собой полю. Хорошо, я такая довольна, знаешь. Вот в другой раз, как начинал, на что стоило? Вы, как живчик вот такой, да? Да, да. А я не знаю песню. Сейчас, сейчас. Как-то раз по дороге проползала змея. Рядом шли читаноги. Эта девушка шла. Девушка, помоги мне, прошипела змея. Девушка, помоги мне, будем вечно друзья. Девушка услыхала и вернулась назад. И змею, как ребенка, унесла на руках. Не боюсь, что гадюка, не боюсь, что змея. А боюсь, что не будем мы с тобою друзья. Вот проходит неделя. А как же, а змея, как же ж я забыла слова. А змея укусила прямо в губы ее. Девушка, умирая, прошипела, за что? Ой, ну забыла слова. Вам надо такую, что гульнас дает. Какую гульнас выпить? Ну давайте украинскую. А украинскую гульнас, наверное, не знаю. Надо какую-то такую узкую. А какую ж ты знаешь гульнасскую? Какую ты знаешь песенку? Ты хорошо пела вот эту Толкунова, что пела. Мне понравилось. Ты все слова пела, не сбилась, ничего. У меня шпаргалку ломал. А это как? А я забыла песню. Как хорошо пела змею. Забыла сразу. Уже все так голове перекрутили. Как же это? Как называется песня? Я забыла Толкунова. Я не могу иначе. Да, Даня, я не могу иначе. Я не могу иначе. Ты пела хорошо. Я как раз с собой ложила, я смотрела. А-а-а. Поэтому я знаю. У него голоса нет, мам, просто. Не, нормально. И Ваечке не голос. Он пробедняется. В детстве он так пел хорошо. Он поет, да? Вот так пел. Вот так. Украинский, русский пел. Хочу. Он вам знает, что он все слова главные знает. А, виновата ли я. Давай споем. Вы пели на день рождения у тети Лены. Красиво пели. Эй, речка пел. Ему же пишут. Эй, дико, ты говорил, что голоса нет. Он отвечает, говорит, так я ж в компании. Сахура меня пел за всеми, все вместе. Давай. Виновата ли я, виновата ли я, что люблю? Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Давай. Виновата ли я, что мой голос дрожал, когда пела я песню ему? Виновата в одном, виновата в другом, Чем ты хочешь себя оправдать Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, Ночью все о любви говорят Ночью звезды горят, ночью ласки дарят, Ночью все о любви говорят Ой, ты мама моя Ой, ты мама моя Отпусти-ка меня погулять Вот здесь надо Ночью звезды горят Ночью ласки дарят Ночью все о любви говорят Ну и хочешь меня не поддерживать Ужас, надо же певать Давай хотя бы припев Это ж уже русская, а не украинская Ну и что, у тебя красивый голос Красивый, я Был красивый Только проснулись хайпу Ой, да коли девчата прийдут Я уже скучила за ними, что они там роблять Обзоры, обзоры квартиры Ой, отдают, ой, кошмар Тепер сама с ними Ну что еще, Гунацка, а какую ты российскую знаешь А? У меня там подруга В селе, где я живу, как приезжала Люба В прошлом году К нам напоминальная Она цветов сколько живых принесла На кладбище помогла мне обработать И у меня там и дедушка, и бабушка, и папа, и мама Цветы понасаживала А пошла жара в августе Все посохли Эти, которые она везла Представляешь, с землей совсем Сколько она груз какой-то тащила А аппаратуру свою снимала Село В гости мы пошли Пели там, ночевали В Гале моей, что мы на работу ходили У нее тетрадь Она выносит Каких мы только не пели На русском, на украинском А Люба снимала Красиво В Гале второй голос А меня первый Понимаешь, вот так вот пели красиво Написала, повезла В Киев показывала Она тоже в блоге У тебя голос красивый Да, да Я хотела Я же выступала везде Училась в Мелитополе В сельхозтехникуме И у нас был актовый зал большой И был свой аккордионист И вот если выступаем хором Кому-то надо запевать Запевала я До этого двоем пела Старый клен пела я Старый клен Старый клен Старый клен Стучит в окно Приглашая нас с тобою На прогулку От чего, от чего, от чего Гармонь пает От того, что ты уходишь Что ты идешь по переулку От чего, от чего, от чего Гармонь поет От того, что ты идешь по переулку От того, что кто-то любит гармониста И гармониста тоже Эдик, Татьяна Васильевна сказала Что тебе хороший голос Давай Эдик, как придурится Голос ватарьер Давай, виновата ли я Вы пели красиво Тебе даже писали в комментах Я жила в Самвелла А говорит Эдик, ты говорил Голоса нету Ты красиво Он говорит Я хором со всеми вместе пою Вместе с этим получается хорошо Вот Гуляс красиво поет Мне нравится эту песню Вот ты спела Я сказала Толкунова, которая пела Нет, Толкунова, не Толкунова А какую Татарскую она немножко пела Мне не понравилась какая-то Террин какая-то Такая песня Не, правда Эдик Короче, мамка всегда говорит Позавчера, Коля, слышишь И говорит Гуляс, там фотография у тебя есть Там, где ты в селе Ты там такая страшная Сейчас ты лучше А я Эдик Поэтому и Самвелла все любят Что думаем, то и говорим Понимаешь, у нас нету хитрости Ну и правда Там она в селе жила Ужасная Колхозница такая Татьяна Васильевна, шо вы А сейчас она приехала в город Она преобразилась Сидит на кассе Тысячу людей проходят Правильно Постриглась Еще бы подкрасилась А все думают, что Эдик не разрешает Вот такие мысли Нет, я не разрешаю Думают армянин запрещает Я не разрешаю Понимаешь? Так и есть Та ну, я не верю У него просто глазки подняли Все карточки у меня Ну да Я это знаю, что говорят Что ты сидишь Окрепнее заработаешь Я это знаю Это ложь, звездящая провокация Татьяна Васильевна, давайте с Эдиком Заспевайте песню Эдика, голос хороший Давайте Твою песню детства Ой, на горе два дубки Ой, на горе два дубки Ой, на горе два дубки Два дубки Селились до купи А я в батька один сын А я в батька один сын А я в батька один сын Один сын Могуля, ты хочешь бы скинь Все песни ты поешь сначала То есть конца Оно же не так Ну, а еще Витер дуба хитает Правильно, Витер дуба хитает Ну, если такие-такие Витер дуба хитает Витер дуба хитает Козан дюкку пытает Витер дуба хитает Лаза гневку пытает Ой, дівчино, чи я ты? Ой, дівчино, чи я ты? Ой, дівчино, чи я ты? Чи яди? Че б не ходишь гуляти? Ой, дівчино, чи я ти? Чи яди? Че б не ходишь гуляти? А я в батька одиніers А я донька-мамчина, а я донька-мамчина, А я донька-мамчина, мамчина, Целуватись навчина, А я донька-мамчина, мамчина, Целуватись навчина, А я батька-один сын, А я батька-один сын, А я батька-один сын, Один сын, погуляти хоть бы с ким, А я, батька, один сын, один сын, погуляти хоть бы с хим. Вітер дуба хитает, вітер дуба хитает, вітер дуба хитает, хитает, козак дівку питает.